Председатель Комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Николаевич Бабин в общественной приемной губернатора провел прием граждан. С новыми идеями и предложениями к председателю обратилась представитель автотранспортного техникума. Студенты своими руками сделали интересный велосипед, который можно будет использовать во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Идея великолепная на самом деле. И это уже приводилось на крупнейших мероприятиях, когда можно арендовать велосипед, машину или спустовода. Следующий вопрос касался регистрации на сайте Международного детского центра «Артек». После того, как я попыталась зарегистрироваться, оказалось, что система достаточно сложная. И пройти регистрацию самостоятельно очень сложно. Приходится очень часто обращаться в службу техподдержки. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то упростить эту систему, а также разработать какие-то наглядные инструкции? Я приеду на место на работе, посмотрю сам еще раз внимательно по регистрации. Если действительно есть какие-то вопросы, мы готовы выйти и на «Артек», на руководство. После приема граждан Владимир Николаевич Бабин совместно с заместителем главы администрации и начальником финансового управления Татьяной Викторовной Коденцовой, начальником управления образования Татьяной Петровной Бахтеновой и начальником отдела по работе с молодежью Маргарита Валерьевна Шлинчак отправились в Центр развития творчества детей и юношества с важной миссией. В Новошахтинске стартовал крупнейший молодежный проект «Молодежная команда губернатора». Он проедет по всем муниципальным образованиям Ростовской области. Главная цель – это, прежде всего, вовлечение молодежи, молодых ребят в социальную практику, чтобы они активно включались в общественную жизнь города со своими идеями, инициативами, проектами. И более того, чтобы и старшие коллеги в администрации, имею в виду города, активно с ними взаимодействовали. Действительно, у ребят много интересных инициатив и проектов, которые мы будем аккумулировать в рамках этого проекта. Но итогом проекта становится крупнейший форум в стране для несовершеннолетних «Молодая волна», который пройдет в мае месяце текущего года, где они будут встречаться уже с губернатором Ростовской области, с Василием Юрьевичем Голубым. Этот уникальный проект ориентирован на старшеклассников и уже охватывает около 7 тысяч ребят. В зале ЦРТДЮ собралась самая активная молодежь города, кому небезразлична молодежная политика и перемены в этой сфере к лучшему. Проект очень интересный, и он очень интересный благодаря вам, прежде всего вам, участникам, молодым, активным, талантливым, креативным людям. И именно вы его наполняете своими идеями, инициативами. Поэтому очень надеемся, что и в этом году вы много нового преподнесете, прежде всего, нам. И вместе с вами мы будем, и вместе со старшими коллегами администрации, будем вместе их реализовывать. Ребятам рассказали о проектах и мероприятиях комитета молодежной политики Ростовской области, которые состоятся в ближайшее время. Тренер регионального проекта рассказал молодежи, как правильно создавать проекты и как их презентовать. Причем он сумел это сделать так, что ребята легко и непринужденно общались с ним и друг с другом. Пришли ребята с интересными идеями, все, уже хорошо. Есть интересные идеи, когда появляется финансирование, кому дать, этому, этому. А вот все-таки лучше и тому. Идея-то интересная была, мы потом покажем по телевизору это, мы потом будем гордиться нашей Ростовской областью на федеральном уровне и так далее. То есть ваши идеи, даже если они сейчас малюсенькие такие, но интересно, если в них правильно вложиться, это очень много. Благодаря этому проекту молодые ребята могут участвовать в молодежной политике не только своего города, но и региона. Такие мероприятия помогают ребятам научиться правильно создавать свои проекты, правильно реализовывать, уметь находить взаимодействие с различными структурами для реализации дальнейших своих целей. Молодежь всегда богата новыми идеями, полна сил и энергии. Если этот набор качественно вправить в правильное русло, то польза будет очевидна всему обществу.